get fun на связи в этом видео я расскажу особенности тяжелых крейсеров разных наций и дам оценку геймплея для того чтобы было просто определиться с веткой прокачки как новичку так и бывалому командиру которому хочется чего-нибудь необычного но прежде чем перейти к сути прошу прожать и лайк если такие подборки вам интересны и тогда вторая часть видео про легкие крейсера не заставить тебя ждать встречайте обновленное приложение которое позволяет бесплатно получать дублоны выполняйте простые задания и выводите дублоны напрямую в игру вводи мой реферальный код при регистрации получи бонус от меня ссылка на скачивание в описании для начала скажу пару слов про тяжелые крейсера в целом ведь многие новички придя из танков ошибочно полагают что тяжелые крейсера по классификации близки средним танком средняя подвижность средняя живучесть и в общем-то во всем средний но это не совсем так тяжелых крейсерах есть и достаточно картонные образцы техники и те которые по живучести могут потягаться с линкорами то же самое про подвижность есть тут ракеты а есть и тихоходы в кораблях в классификации тяжелых крейсеров участвует только лишь артиллерия 203 миллиметра и более это калибр артиллерии тяжелых крейсеров такое вооружение зачастую не может похвастать высокой скоростейностью но при этом дает весьма существенный урон в залпе так что если вам интересен геймплей закликивателей то придется подождать второй части видео где я расскажу про легкие крейсера которые в основном можно описать термином заклики ватель но если вдруг вас интересуют сейчас и немцы или допустим итальянцы то есть ветки где нету четкого разделения на подветки то знаете что ключевые особенности внутри ветки а обычно не меняются так что и в этом видео будет для вас кое-чего интересного ну ладно хватит предисловий пошлите наконец-то возьмемся за дело ну а начнем это видео друзья с его не знакомиться с классом я рекомендую именно с этой ветки ведь она наиболее комфортное и простое в освоении что позволит вам немного понять принципы выживания и работы класса если говорить про специфичные особенности ветки то важно отметить что начиная с 5 уровня японцы дают жару своими мощными фугасными снарядами высокий урон и один из лучших шансов на пожар делают это вооружение универсальным так что для реализации корабля на уровне выше среднего даже не обязательно уметь пользоваться бронебойками что заметно снижает сложность исполнения ветки в целом от игрока необходимо будет только целиться и попадать что уже достаточно просто одно но башни у японских крейсеров будто приваренные так что идти в ближний бой на них плохая идея еще ветки есть сравнительно мощные торпеды идут они далеко и наносят высокий урон но при этом нередко расположены неудобно так что предупреждаю сразу хотя торпедные пуски действительно нередко дают на японцах весьма себе высокий уровень урона но при этом необходимо делать эти пуски либо за островом либо вообще без собственного засвета иначе в длинную цитадель есть риск получить мощную плюху от линкора после чего отправиться на дно на этом кстати погорела много стульев новичков так что будьте осторожны при попытке реализации торпед а остальные характеристики плюс минус средние по больнице баллистика хороша но не то чтобы топовая маскировка неплохая но лишь немного лучше среднего так что полагаться исключительно на инвиз мы тут тоже не будем дальности льбы выше среднего чего хватает но не будем считать что это какой-то исключительный плюс pvo в общем-то слабая но у этих крейсеров есть возможность взять и заградки после чего защита от авиации будет более-менее нормальной в общем сами видите ветка простая и потому можно сказать даже что неприхотливая и новичкам обкатать ее я рекомендую пять баллов из пяти а вот старичкам возможно она покажется немного скучной так что интерес ветки я дам только лишь три балла и рекомендации качать только лишь любителям спокойного выжигательного геймплея ветка американских тяжелых крейсеров от пенсакола додемойна прямая противоположность японцам новичкам ее к прокачке не рекомендую задача может оказаться слишком сложной ключевая фишка ветки особенные рикошетные углы бронебойных снарядов так что для реализации ветки на уровне выше среднего необходимо научиться пользоваться этим боеприпасом в этом видео об этом я подробно рассказывать не буду но если интересно посмотрите вот это видео про цитадели и тогда вы точно сможете реализовать американцев по полному дополнительно сейчас отмечу лишь только то что американские крейсера отлично охотятся за одноклассниками и дают по ним высокий урон даже в ромб пробой у бронебоек достаточно чтобы даже линкору засандалить в борт существенную плюху которую он заметит и это друзья всегда приятно одно маленькое но скорость снаряда и баллистика в целом специфично потому требуется опыт пристрелки для получения действительно крутых попаданий и потому по первой рекомендую пытаться использовать в бою еще и маскировку ведь она ветки для тяжей очень даже неплохая что позволяет находиться некоторое время близ потенциальной цели в ожидании пока тот подставится в циркуляции ну а на близкой дистанции промахнуться как вы понимаете будет намного сложнее нежели на большой дистанции конечно во время в ожидании вы не делаете урон но поверьте на слово один удачный залп бронебоек в борт крейсеру может по своей эффективности превзойти пять а то и более фугасных залпов по маневрирующей цели этот опыт игры настрии атаки кстати вам очень пригодится на восьмом уровне когда ветки появится рлс с помощью которой можно тушить эсминцы рлс действует на средней дальности 10 километров но достаточно долго 30 секунд что является тоже плюсом из приятных бонусов ветки отмечу хорошее пво а из неприятных отсутствие торпед если говорить про оценки то новичкам я наверное дам тут три балла слишком осторожная игра на американцах не даст высокую эффективность ведь фугасы тут лишь немного лучше среднего ну а риск на первой полосе может очень быстро привести вас в порт ведь живучесть ветки средненькая не брони не жира необходимо только пользоваться более-менее неплохой маневренностью ну а вот ветераном игры прокачать американцев стоит особенно если вы поклонник и редких но очень мощных ударов кстати да мой на 10 уровне еще порадует вас высокой скорострельностью в общем даю 5 баллов советские тяжи новички в принципе опробовать не смогут ветка короткая и начинается только с восьмого уровня так что нужно до нее еще и докачаться тем не менее ветка это очень простая если вести сравнение хотя бы с американцами о которых я рассказал вот только что все из-за исключительной направленности на бронебойный геймплей фугасы в этой советской ветки совсем дон и так что учиться выходить в борт необходимо как воздух иначе будете всегда внизу списка по эффективностью по окончанию сражения но если научитесь во фланговый бой то все будет просто замечательно стволов у советских тяжей до петропавловска немного да и скорострельность не выдающиеся тем не менее идеальная баллистика для вынесения цитаделей шикарный разовый урон от бронебоек и конечно же отличный пробой из-за чего вы можете накидать не только крейсером бронебойками но и линкором причем даже на большой дистанции кроме того у ветки советских тяжелых крейсеров есть отличные показатели живучести тут сразу есть и броня и запас жира так что если даже что-то идет не так всегда можно просто попытаться пережить фокус остановившись носом к противнику носовой бронепояс позволит не схлопнуться за пару минут ну а наличие неплохой маскировки возможно даст вам еще и шанс отсветиться кстати именно благодаря маскировке я вам скажу что проще выходить в борт и наносить действительно существенные цифры урона потому рекомендую вам все таки в игре подвижную тактику маскировка тут настолько неплохо что я вам скажу что она даже однажды уже получала нерв недавно 12 километров в рлс хватало полностью чтобы закрыть зону своего засвета даже на топе сейчас же разрабы потихоньку эту фичу понерфили но если говорить прямо то критичным нерв не был и потому эсминцев вы все еще способны шугануть хотя справедливости ради замечу что рлс тут действительно только лишь ради запугивания мелочи и понимание дальнейшей правильной позиции ведь рлс тут действует хоть и далеко но по времени очень мало вы не успеете много нанести урона хотя бы потому что фугасы как вы помните ветки донны ну а из мелких особенностей я еще и замечу трамвайность девятки и десятки так что в циркуляцию я рекомендую выходить только в инвизе пво у ветки выше среднего что приятно под заградкой косит а также отсутствие торпед так что упарываться на близкую дистанцию на этой ветке вредно говоря об оценках я бы наверное дал 4 балла новичкам как первая ветка тяжей после прокачки советских легких крейсеров петропавловск я думаю что зайдет геймплей я бы не назвал шибко сложным скорее он может просто не зайти ведь он тут однобокий и отсутствие фугасного потенциала может не хило так ошарашить тем не менее ветераном петропавловск обязательно не даст заскучать особенно если вы цените победы и любите играть в тактику в недавнем ранговом сезоне петропавловск к примеру мне дал 70 процентный винрейт что очень приятно так что даю 5 баллов для старичков поверьте прокачка стоит того немецкие крейсера не имеют разветвлений но если уж и решил поделить выпуск на две части расскажу только лишь про топовые корабли начиная с йорка ключевая особенность этих крейсеров отличный долгий и длинный гап позволяющий очень вальяжно чувствовать себя в бою даже с толпой эсминцев поймать торпеду на немецком крейсере сложнее а правильное использование гапа даст в атаке небывалый уровень уверенности также немецкие фугасы имеют повышенный базовый пробой 200 тройки к примеру пробивает 51 миллиметр брони и это практически большая часть бронепалуб линкоров в игре в общем на фугасах на дистанции немцы могут играть не хуже японцев но только набивать урон не пожарами а прямым уроном но в отличие от японцев у есть еще и превосходный потенциал при игре от бронебоек бонусного рикошетного угла как у американцев тут нет так что необходимо точнее подходить к залпам но при этом тут есть шикарный разовый урон бронебоек и высокая скорость снаряда с хорошим пробитием так что если уж вы на гинденбурге кого нибудь подловите на цитадель то ему будет очень больно еще один кит тактики именно немецких тяжей в том что корабли это большие неторопливые по скорости и имеют слабую маскировку так что играть от тактики диверсантов на них будет вредно только это не значит что необходимо ныкаться на синей линии ведь благодаря большому количеству хп и отличному бронированию малые силы противника чисто в теории вы можете задавить и сами а если сможете подойти к линкору допустим слишком близко то помните что у вас есть много торпед средней дальности так что линкору точно не поздоровится кстати в нос немцы не каждый линкор пробьет за счет отличного носового бронепояса отправляющие его большую часть нарядов в рикошет новичкам эту ветку я могу рекомендовать только сниму балл за отсутствие ярко выраженной тактики в одном бою вы можете провести все сражение на дистанции на фугасах а в другом продавить и выдавить фланг используя и бронебойки и торпеды тем не менее благодаря именно этой универсальности я и могу советовать ветку новичкам потому как они точно изучат все виды геймплея прокачав всего лишь одну ветку ветеранам кстати эта ветка тоже сможет зайти дам четыре балла за счет ощущения того что управляешь действительно большим и грозным тяжелым крейсером множество механик не да соскучиться старичкам а потенциал в атаке даст необходимый фан британские тяжелые крейсера начинаются уже с 5 уровня но это очень специфичная ветка по геймплею она очень похожа на японцев то есть британцы тоже делают ставку на использование фугаса в бою что в теории может показаться легким геймплеем а что правда тут такого целиться же никуда конкретно не нужно необходимо просто попадать а это ведь просто да но тут не все так просто простите за тавтологию британцы тихоходы они имеют сравнительно малую дальность льбы и отвратительную баллистику с такими характеристиками надо уметь выходить на рисковую позицию правильно и иметь ввиду что в случае ошибки вы не сможете быстро убежать от противника единственная защита от неверных решений это маскировка которая тут на уровне американцев то есть хороша но не рлс не исключительного гапа не специфичного мощного пво тут нет так что вам и авик малину может подпортить и эсминец которого кстати не так уж будет легко раздамажить с вашей то баллистикой в общем в боях всегда есть риск оказаться не в своей тарелке и это очень плохо для новичка потому японцы за счет дальности стрельбы на мой вкус будут более комфортны а британцы больше подойдут для тех кто поуверенней чувствует себя в боях и вот если это вы и вас не пугает большой список минусов то скажу пару слов про сильные стороны британцы раздают пожар и порой даже существенней японцев а живучесть у них достигается наличием неплохой хилки причем уже начиная с пятого уровня а на high level есть особенная британская чита хилка выхиливающая ужасающие цифры урона так что если особо не торговать цитаделью британцы даже не смотря на риск могут в бою жить достаточно долго чтобы набивать большие цифры урона и при этом получать много урона танковки если говорить про мои оценки для новичков то я бы наверное им эту ветку не посоветовал несмотря на фугасный геймплей дам 2 балла и это друзья край слишком уж ветка зависит от правильной позиции и правильного риска а вот старичкам возможно она зайдет но при этом скажу что ветка скучная гляв примеру у меня в порту уже четыре месяца стоит и пылью покрывается французы как и немцы не имеют разветвлений на момент записи этого видео тем не менее в отличие от большинства легких крейсеров франции у всех тяжей есть очень крутой расходник ускоренный перезарядка гк с его помощью просто неплохая скорострельность становится рекордный внутри класса хотя и на короткий промежуток времени тем не менее если вам противник подставляет в борт то возможность пустить три залпа в уязвимый момент вместо одного дает существенное тактическое преимущество то же самое касается если засветился рядом из минец ну а с линкором этот расходник помогает если тот тушат один ваш пожар активируем расходник вешаем ему 2 в кд и они полностью на нем прогорают в общем-то приятно во всем остальном ветка просто и понятно по броне я бы не сказал что тут есть что-то специфичное скорее это картон но при этом не скажу что это плохо видите отсутствие серьезной брони дает повышенное количество сквозняков по французским крейсерам по тактике боя я рекомендую играть от дистанции где за счет форсажей и базовой высокой скорости французы чувствуют себя превосходно ну а набивание урона на этой ветке по сути идет закликивающего характера благодаря высокой дальности стрельбы вы можете практически 100 процентов времени боя по кому-нибудь стрелять и именно этой возможностью французы делают высокий урон в своих боях ну а еще из приятного отмечу что у анри калибр 240 миллиметров не так чтобы это сильно решала но баллистика у стволов хорошая к тому же приятно быть обладателем одних из самых мощных стволов внутри класса но на этом то в общем то и все специфичные особенности ветки заканчиваются остальные характеристики плюс-минус в итоге новичкам ветка зайдет 5 баллов из пяти скорость дает возможность компенсировать не всегда правильное позиционирование а дальность стрельбы эффективность артиллерии в общем главное просто в бою не торговать бортом и тогда у вас уже будет все отлично а вот ветеранам возможно ветка может показаться скучненькой и потому я бы отдал 3 балла интереса а закончим обзоры итальянцами ветка которая создана для тактических гигантов то есть новичкам она мне кажется не зайдет вообще проходя недавно эту ветку на стриме не особо запомнилась крайняя кактусность итальянцев в песке до момента появления тяжелой артиллерии и только после этого начинается самое интересное тут вы сможете увидеть реально отличную баллистику да и точность тут просто космос потому даже эсминец на периферии всегда рискуют огрести от венеции с другой стороны у ветки нет фугасов а вместо этого есть полубронебойки у этого припаса отличный урон жалко только лишь есть рикошеты и отсутствуют пожары поэтому сильно бьем только в борт а вот в нос наша эффективность падает так что да как и американские или советские тяжелые крейсера итальянцы очень заточены на фланговые атаки если не сможете в эту тактику то и не сможете затащить ну а если сможете то все возможно получится про живучесть и подвижность кораблей особо сказать мне нечего ведь в базе эти характеристики ну плюс минус средники только при этом я скажу что уничтожить итальянцев сложно ведь у них есть расходник дымов полного хода который дает возможность быстро сделать циркуляцию прямо под носом противника и избежать цитадели в раскрытый борт или включить дымы допустим во время совершения какой-нибудь ошибки то есть полностью исключить последствия от этой ошибки тактически это идеальный расходник главное его во время прожимать но должен заметить что у итальянцев нет ни гапа не заград потому наглесть на них особо не стоит вам может поломать кайф и эсминец и фокус авианосца именно поэтому рекомендую использовать эти корабли только лишь на средней или даже на дальней дистанции ближе банально опасно да и смысла подходить особо нет дальности либо у итальянцев неплохая а перезарядка практически аутсайдерская потому на близкой дистанции эти крейсера сами понимаете уязвимы по оценкам я скажу так новичкам эту ветку я не советую балла 2 боюсь что новички просто не смогут пройти к тяжам с такими особенностями ветки и не поражать при этом себе стул а вот ветеранам получение венеции я очень рекомендую геймплей мощного залпа и тактически полезных дымов без совсем уж жестких недостатков дают очень приятный и комфортный геймплей в общем 5 баллов ну а на этом буду закругляться если мне удалось сделать видео достаточно интересным и полезным чтобы вы досмотрели его до конца то пожалуйста не пожалейте лайка вам не сложно а мне очень приятно а если напишите что нибудь в комментариях так это будет вообще бомба ну а если вы впервые на канале обязательно подпишитесь и активируйте колокол ведь на моем канале регулярно выходят интересные видео про корабли да и стримы тоже в общем скучать вам не придется а на этом все до связи пока пока а